Я приглашаю Сергея Пехтовникова, нашего коллегу из Уфы. Он сейчас сам представится. Это опять будет сугубо практический рассказ. И Сергей, в том числе, я надеюсь, расскажет нам о своем курсе, который провел у нас на платформе Директ Академии. Спасибо, Павел Ильич. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Пехтовников, я зам. директора по IT, Институту непрерывного образования, доцент кафедры информационных технологий и вычислительной математики Уфимский университет науки и технологий. Так, что-то не мое. Пехтовников. Так, микрофон. Так, презентация, не мое. Алексей, не та презентация. Все, спасибо. Итак, мой доклад посвящен теме применения генеративных нейросетей в научно-педагогической работе. То есть, как наши преподаватели нашего университета используют это в своей профессиональной деятельности. Три вопроса я хотел осветить. Это нейросети, поисковые нейросети для эффективного научного поиска. Практика применения нейросетей в обучении. Некоторые аспекты, опять-таки, не все. И последнее то, что сейчас очень модно и набирает обороты, действительно, нейросети дают очень хорошее такое подспорье, это разработка обучающих интеллектуальных игр, в том числе Т-игр, трансформационных игр. Начну, наверное, с того, что нейросети сейчас произвели или производят такую революцию, которую, боюсь принизить, сравнимо с тем, что у нас появились сотовые телефоны. Понятно, что, наверное, почти близко к 100% студенты используют нейросети для выполнения своих заданий, для генерации текстов курсовых работ и так далее. Здесь возникает вопрос феномена академической порядочности, скажем, да. То есть, каким образом? Об этом уже предыдущие спикеры тоже рассказывали. Но суть какая? Мы не можем это уже как-то повлиять и запретить каким-то образом, да. Пока нет никакой нормативной базы, но, по крайней мере, постараться сделать, научить их правильно извлекать информацию и использовать это во благо формирования именно такой цифровой компетенции, как критическое мышление. И вот один из аспектов – это именно практика, учить практике извлечения информации. И преподаватели, вот на самом деле есть несколько этапов, здесь вот представлено на слайде, могут использовать, значит, учить промтингу, как определять цели поиска, идентификацию источников, планирование поиска. Самое главное, еще раз заострю внимание, это критическое мышление. Ну и, соответственно, проводить анализ поиска и документировать результаты. Популярные поисковые системы с искусственным интеллектом, вот здесь вот на слайде представлены, здесь не общий обзор, это то, что используется сейчас активно Яндекс.Нейросетью, значит, Google, Bing, Baidu. Но я бы хотел заострить внимание такой сети, которая появилась сравнительно недавно, называется Peoplexity. Это поисковая нейросеть, которая позволяет не только, как чат ГПТ, например, выдает нам, генерирует текст, но непонятно, откуда он взял. А здесь, получается, мы можем узнать источник, откуда это взято. Самое главное, что понятно, что в поисковиках заложена концепция SEO, так называемая, то есть коммерческого поиска, и когда мы там что-то вводим, у нас сначала выскакивает информация, которая, в общем-то, проплаченная в рекламе и прочее. И там надо копаться очень долго и нудно, чтобы найти нужную там на сотой, там на 50-й, 20-й страницы. Здесь, получается, он генерирует текст, причем генерирует, ну, как бы, я бы сказал, так слабее, потому что прежде всего заточен на поисках, да. Но, тем не менее, мы можем посмотреть источники, откуда это взято. Следующий момент – это консенсус AI, тоже очень, скажем так, инструмент, к сожалению, стал платным, и есть возможность там использовать какие-то бесплатные кредиты. Но здесь, когда мы начинаем искать какую-то научную информацию, статьи по запросу, здесь не просто там какая-то генерация, нотация происходит, но реально ссылка на научный журнал в различных форматах, электронных, PDF-форматах и так далее, которые можно скачать, посмотреть из открытых баз. И прежде всего, ну, здесь это зарубежная база. И следующий момент – это вот такой плагин есть, который называется «Школа» или «Ученый AI», да, в переводе означает, для чата GPT-4. Ну, к сожалению, чат GPT-4 – это коммерческая версия, это опять VPN и прочее, но я сегодня расскажу об одной, скажем так, фишке, как это можно использовать, обходя пока вот эти моменты. Ну, практически в конце моего доклада. И вот как раз есть же проблема чата GPT о том, что когда мы начинаем что-то искать, там получается полная ерунда, он может нагенерить совершенно нереальные ссылки, литературу которых нет. И вот как раз разработали такой плагин, который можно использовать, как раз именно пытаются найти настоящие исследования и научные статьи, на которых уже можно опереться, и как раз этот плагин вытаскивает оттуда данные. Дальше. Как применить в научных исследованиях? Ну, понятно, что генеративные сети, текст-то-текст, например, они очень плохо считают, есть проблемы с анализом и так далее. Но здесь суть заключается в том, что мы как бы не хотим прогнозировать, что это делать, да, а именно взять рутинную работу, применять эти нейросети, чат GPT, Яндекс GPT 2.3, Гемини, например, для того, чтобы оформлять, значит, искать какие-то идеи. То есть я не говорю, что они заменят полностью ученого, но, например, мы можем попросить сгенерировать темы для исследований. Очень интересная, кстати, идея может подкинуть. И также проводить анализ актуальности темы, формулировать какие-то актуальные вопросы, сформировать перечень ключевых терминов и понятий исследования и также их расшифровку. Ну, здесь, конечно же, надо модерировать, смотреть и проверять. Дальше. Определение цели задач исследования, можно разработать планы, структуру исследования, методы, значит, какие можно применить в исследовании. Ну, прогнозированные результаты можно попросить, конечно, промто написать, но здесь опять это надо использовать в качестве гипотез. То есть понятно, что верить этому нельзя, то, что там будет. Ну, также составление аннотации. В принципе, аннотации тоже неплохо, значит, по какому-то тексту генеративные сети делают и перевести на иностранный язык. То есть то, что вот формат аннотации, например, в принципе, вполне сносно переводят. Ну, надо смотреть опять, какие тексты. Если это технические тексты, то там, да, есть определенные сложности и нюансы. Дальше. Что касается учебной работы. Применение нейросетей в практике чередования. Ну, например, у нас есть различные задачи, различные сложности, и получается, что мы можем что сделать? Мы можем, например, получить ответы от учеников, загрузить нейросети, сказать, какие у нас есть критерии, значит, и попросить на основе сделанного анализа, провести, во-первых, нейросеть, сделать анализ, посмотреть, что она там сделала, если что, подкорректировать, да, обучить, и на основе сделанного анализа разработать задание оптимальной сложности для ученика или для группы учеников. Опять отдаем ученикам, ученики решают, либо отдают нам, мы загружаем, либо мы делаем это с помощью специального бота в Телеграме, который тоже я чуть позже подскажу, как создать самим и вообще без проблем. И, соответственно, нейросеть опять дает отклик, анализируем ответы, опять можем формировать задание, таких итераций может быть 4-5, и на основе, значит, вот этих вот итераций можем провести анализ, попросить нейросеть сделать отчет о прогрессе учеников. Это вот такая идея. Дальше, которая, кстати, нашими преподавателями тоже используется. Следующий момент – это метод распределенного повторения. Здесь, прежде всего, используют преподаватели филологических направлений и языковых направлений, правильно сказать. Суть какая? Что необходимо, например, по изучению языка, английский язык, можно разработать с помощью нейросети специальные задания и, соответственно, с помощью чат-бота попросить эти задания выполнять с определенным интервалом повторения, ну, как здесь представлено на слайде. Вот, кстати, есть пример. Я, значит, ну, как пример разработки промта, действую как методолог, да, разработаю пример упражнения по изучению иностранного языка на применении метода распределенного повторения. Кстати, прекрасно знает метод распределенного повторения. Целевая аудитория – туристы там с начальным знанием английского языка. Ну, вот здесь представлен, соответственно, ответ. И даже пишет еще инструкцию, как это нужно делать, через какие интервалы. Понятно, что мы это все принимаем, если нужно, правим. Вот, и, соответственно, значит, выдает фразы и подсказку, как использовать фразы там в последних ситуациях и так далее. Кстати, вот есть ссылочка на пример, можете, значит, зайти и посмотреть. Этот промт. И дальше помещаем это все в чат-бот, и чат-бот напоминает ученикам о том, что это необходимо сделать в определенном товаре времени. Следующий момент – метод Фейнмана. Тоже можно использовать. Суть метода заключается в том, чтобы объяснить сложное простыми словами с применением аналогий. Вот алгоритм метода здесь представлен. Нейросеть, кстати, очень прекрасно знает метод Фейнмана, как это можно сделать. Значит, и суть заключается в том, что мы, например, ну, начну я с конца, вот пятый пример, да, можем просто написать промт, действуя как преподаватель, можно указать предмет на область, запроси у меня материал темы такой-то, составь короткое объяснение, как будто ты это объясняешь. Ну, например, объясни мне теорию относительности, как будто я там ребенок пятилетнего возраста. Ну, это самый такой примитивный вариант. Непримитивный вариант более сложный – это пытаться самому объяснить тему нейросети, так как будто мы собеседнику это объясняем, и потом, значит, дополнительными вопросами понять проблемы в нашем понимании. Второй момент – можно задавать нейросети вопросы о теме, чтобы проверить также свои знания и какие-то неточности, неясно моменты уточнить, и также попросить нейросеть предложить дополнительное объяснение и пример. Дальше. После объяснения, например, можно попросить объяснить нейросети нам эту самую тему. И, кстати, вот я делал различные примеры. Нейросети очень неплохо, значит, раскладывают на такие простые составляющие, неплохо объясняют, то есть дают идеи для объяснения ученикам. То есть мы же преподаватели, например, нам нужно объяснить какое-то сложное явление, что-то, да. Как раз можно применить метод Фейнмана для того, чтобы разложить это на простые составляющие и примеры, аналогии взять у нейросети. Следующий момент. Ну и, конечно, разработка обучающих интеллектуальных игр. Вот этапы разработки. Основные любой игры – это придумывание идей, структура игры, сеттинг мир, окружение, да, игровые механики, которые можно использовать, роли в игре, в игре персонажей, как они будут между собой взаимодействовать. Опять-таки через игровые механики. Карточки с заданиями, оценка образовательного результата и обратная связь, как бы, доработка игры. И мы пытались на разных, используя разные нейросети, это чат-гпт, яндекс-гпт, гигачат, значит, гемини. Но я скажу так, что яндекс-гпт, третья версия, очень неплохо справляется с этой разработкой. То есть прямо вот вообще идея хорошая дает, и структуру игры прописывает, и сеттинг. А самое интересное, что применение именно вот сейчас генеративных нейросетей тексту имидж, да, имидж, то есть фабулы, например, да, Кандинский, 3.0, Леонардо, Аяи там и так далее, их много, позволяет очень быстро разработать хорошие, красивые карточки, персонажи, которые можно делать. То есть разработка интеллектуальных игр становится таким простым занятием, намного простым. Раньше надо там рисовать, было там что-то в векторных, там, растровых редакторов и так далее, думать над авторским правом, там, использование каких-то картинок и так далее. То сейчас здесь это, в общем-то, намного ускоряет процесс разработки и становится таким увлекательным занятием. Также скажу о паре интересных инструментов, которые можно использовать преподавателями. У нас такая мода пошла, она наушен, так называемый. Это в основном айтишники используют для организации проектной деятельности, но вот у нас пытаются делать и там расписание, информационные страницы преподавателя и какие-то материалы размещать. Но это вот вообще, что можно сделать? Такой супер-блокнот, с помощью которого можно, значит, можно со встроенным еще ай-ай-помощником можно еще там генерировать тексты, картинки, контент какой-то учебный и так далее. И вот пример такой страницы курса, который сделала, значит, нейросеть, и картинка нейросетью нарисована, и, соответственно, значит, средняя об авторе и так далее. Дальше. Ну и в завершение я хотел бы, значит, тоже уделить внимание вот такому сравнительно недавно появившемуся сервису, называется Chaos.ai. Это платформа, значит, китайских разработчиков, Bitdance-компания, которая владельца TikTok. Пока вещь бесплатная, скажем так, да, но можно самим разрабатывать своих собственных персональных нейропомощников. И, в общем-то, вот такое окошко я сейчас покажу, скриншот разработки. Вот у меня есть несколько ботов, один методист образовательных программ, где можно как раз, я пользуюсь, то есть, ну, вот, разрабатываю программы, по роду своей деятельности различные для дополнительного образования. И, в общем-то, можно персонализировать бот вот в левой части, получается. То есть, причем это можно персонализировать бот с помощью опции AI Optimize, так называем, да. То есть вы задаете основные навыки, а нейросит сама подбирает, и вы просто корректируете. Далее, здесь в центре, где написано Plugins, можно подключать плагины и собирать все это в одном месте. Например, тот же Consensus можно взять, математические какие-то плагины там для прорисовки графиков, диаграмм, DL3 модель, GPT-4 и так далее. То есть то, что у нас недоступно, например, в России, из-за VPN и прочее, можно взять этот сервис и туда подключить и пользоваться без VPN через транслируя это все в Telegram. То есть создать в Telegram свой нейропомощник, свой бот и пользоваться всеми этими инструментами, не заморачиваясь с VPN и прочее. И, в общем-то, получается, что в центре мы берем вот эти все, в центральной части берем, выбираем плагины, которые нам нужны, научно-образовательные и так далее, выбираем. И, соответственно, с помощью кнопочки Publish публикуем это в Telegram. Там есть определенные тонкости. Вообще по Chaos.ai можно сделать целый курс вообще, как им пользоваться. И, в общем, в итоге у вас в Telegram появляется свой чат-бот, и ваши учащиеся могут задавать запросы, рисовать картинки, писать тексты, и все это в одном месте будет собрано. И, в общем-то, есть вот еще такой режим превью, где можно пользоваться, не публикуя, соответственно, в Telegram-бот, то есть как бы обучая, да, завершая, обучая здесь, в этом, ну, как бы вот данный чат-бот. И таких чат-ботов пока можно сделать неограниченное количество, но насколько это будет бесплатно и существовать, посмотрим. Если нужны какие-то, заинтересовались, есть у меня группа вот такая вот, Telegram-группа «Цифровой педагог». Вступайте, задавайте вопросы, я готов вам помочь и настроиться у Telegram-бота. Кстати, недавно с Директ-академией мы проводили вебинар именно по настройке чат-бота в Chaos.ai. Свой персональный помощник было отдельное занятие. Ну и скажу о курсе, который мы тоже совместно с Директ-академией разработали и запустили, сделали такой вот первый прогон, март-апрель месяц, называется «Применение искусственного интеллекта в работе преподавателя». Есть вот такая страничка, если есть желание, приходите. Мы как раз будем учить различным техникам именно применение, как это в учебной деятельности, в методической деятельности, в научной деятельности. Будем создавать с вами видеоролики. Мы открыли осенний прием на этот курс уже. То есть все-все инструменты, которые есть, максимально рассмотрим. Материал курса мы даже, наверное, сделали на 256 часов материала, но чтобы все пользовались, главное задать направление. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Так, есть один, сейчас я зачитаю один вопрос из онлайна. Да, мы переместимся в офлайн. Второй появился. Посоветуйте, пожалуйста, хороший отечественный аналог Google Forms, кроме Яндекс.Форм. Ну, не знаю, по искусственному интеллекту этот вопрос или нет. Google Forms, кроме Яндекс.Форм. Нет, это облачная технология. Здесь, конечно, искусственный интеллект. Докладчик подчеркнул, как преимущество ссылку на источник запрошенной МФ. Вероятно, предполагается важность этого аспекта. Но что с этим делать в текущей реальности? Неконтролируемая, неверифицируемая лавина информации. Конкретно зачем это вам? Это Фархад Хакимов. В чем вопрос? Я тоже не совсем понял. Вот я только его зачитал. Потому что можно пойти просто и посмотреть, что в оригинале. Потому что у тебя же сгенерировано, но он отличается от того, что есть в оригинале. Давайте перейдем к оффлайну. У меня вот какой вопрос по поводу тестов, персонализированных тестов. Как это выглядит, собственно говоря, для учащегося и для преподавателя? То есть они в ЛМС их генерировать или в чем-то там ходят в боту, в Телеграм? Это первый вопрос. А вы вообще измеряли эффективность вот таких персонализированных тестов? Поделить группу пополам. Одни как обычно учатся, а другие специализированными тестами. Вот есть ли рост качества обучения? Так, все-таки, наверное, вопрос не насчет не тестов, а заданий, да, получается? Персонализирование заданий. Так, можно… Это опять не ЛМС пока что, хотя у нас ведутся свои разработки. Это именно ответы, получается, в чат-боте. В том же самом можно с помощью KLSI сделать это все. Что касается группы, которые лучше или хуже, да, то есть A-B-тестирование, так называемое, да. Ну, в принципе, мы делали, и есть только на примере школьников, которые изучают программирование студентов. И, в принципе, есть определенные моменты улучшения есть. То есть именно подбор этих заданий. Улучшение там хотя бы там 5%, 10%, 30%. Да я бы сказал, я сейчас не помню, честно говоря, статистику, но там серьезно было. Спасибо. Где-то, наверное, процентов, ближе к половине у нас мы подтягивали учеников. Мне интересно, вот на основе вашей работы и выступления, как вы видите вообще будущее этой ИИ-отрасли. Просто я вижу, сколько вам по работе приходится прочесывать, обходить их. И что нас ждет впереди? Я вот вижу какие-то множество достаточно мощных проектов там с разработкой, GPT и другие. Потом на них целый комплекс различных приложений. И между ними вот ходит гуру-то, такие как вы, Анастасия, Оксана. И, по сути дела, вся фишка вас, а не в этом море проектов. Как с ним работать? Ну, будущее, куда все будет двигаться, наверное, все-таки это интеграция в ЛМС-системы и персонализированная траектория, возможно, дифференциация обучения, это вот адаптивное обучение, как бы получается. Это вот в плане, если рассматривать, в плане обучения, значит, обучения кого-то, да, то есть учеников. В плане, скажем так, для преподавателя, ну, это снижение рутинной нагрузки. Но пока это снижение рутинной нагрузки приводит к тому, что приходится очень много перепроверять и смотреть фактов. Доверять от и до этим моделям, которые сейчас на сегодняшний день не стоят. Но, как уже сказали, возможно, все изменится через пару лет. Но вот не будет архитектуры для образований такой, как Apple, Windows, платформы, которые для всех одинаковые. Будет какое-то множество достаточно сумбудных, восходящих и уходящих проектов. Ну, возможно, да. Мир должен быть многополярным. Константин Николаевич, я хотел бы еще сказать, что кроме гуру и всех остальных, есть еще обучение, которое мы проводим, и подтягиваем вот этих всех остальных до уровня, если не гуру, то хотя бы какого-то. Так что все, дорогу осилит идущий, мне кажется. Я еще хочу тоже небольшой комментарий. Все мне думал, Константин Николаевич, отрадно, когда идут параллельные, вот я все думаю, какой, какой вариант. Вот появилось относительно, ну, как вот недавно активное движение, там, зерокодинг, да, когда есть продукты, которые дают, скажем так, потребителям возможность создать без, без, ну, собственно, классического программирования, да, какие-то продукты. Это тоже какая-то похожая вещь, когда, по сути дела, мы получаем интерфейс создания какого-то продукта условного, виртуального, к которому мы обращаемся на естественном языке. Вот промтинг, это что? Это вот то же самое, как попытка формализовать и создать продукт, вот, не знаю, мне кажется, единственная не решена проблема, вот мы несколько раз сегодня об этом говорили, стабильность. Что такое продукт, как в науке, да, ты должен повторить результат, повторяемость его. Для этого всегда говорили там, да, что теория хорошо, но пока нет в лабораторной практике повторяемости, это не считается наукой. Можно там было ждать, там, 15 лет, теоретически высказали все верно, и только через 15 лет мы получаем какие-то осязаемые физические результаты. Мне кажется, у нас тоже, мы в каком-то стоим этапе, я все-таки считаю, что нам рано понимать абсолютно, вот, что там будет за горизонтом, потому что не решена пока, вот, два года, три года называют, там, не знаю, полгода, да, не решена проблема исправления основных недостатков, вот, получения результата от нейросети, именно повторения, ну, выше 95%, хотя я слушаю себя, говорю, ну, несерьезно, вот, но все-таки, да, и чтобы действительно это не было искусством, а мы хотим, наверное, технологию, да, все-таки, потому что искусство это где-то в другой степени, вот, потому что, мне кажется, мы плавно перешли, как будто к подведению итогов. Нет-нет-нет, у нас еще впереди, да, впереди доклады, так что, это самое. Да, есть еще? Подождите микрофона. Иначе просто нас в оффлайне не слышат, в онлайне. Петр задал вопрос про промптинг. Я хочу сказать, что я училась у Сергея, большое ему спасибо, потому что я и преподаватель, и работник библиотеки, и руководитель библиотеки. И надо сказать, вот, промпт очень напоминал всегда наш информационный запрос, который мы используем. Только что было хорошо, что мне понравилось, мы действительно использовали разные чаты GPT, и у них разные ответы, у них разные задачи, то есть есть изображения, есть тексты. Мне больше понравилось, конечно же, работать с текстами, так как я работаю с информацией. Но мы все время этот промпт подправляли, подписывали и получали все более и более лучшие результаты. Хотя, конечно же, работая с GPT, я не поленилась, я проверяла источники информации, заметила, что нет, которые промпт и большие фантазеры, и придумывают то, чего нет. Поэтому, конечно, обязательно надо включать критическое мышление. То есть уровень знаний у человека должен быть приличный. А мы, как преподаватели, которые проверяют студентов, тем более должны знать все-таки много, чтобы понимать, что они нам сдают в результате своих работ и вот таких вот экспериментов с GPT. Спасибо большое. Давайте последний вопросик. Очень интересный доклад ваш. Спасибо. Ну, здесь надо подойти к данному вопросу с точки зрения того, что если у нас сейчас не изменится подход к системе образования, то у нас вот все эти программы, они для студентов это терра инкогнито. Вот я так считаю. Это даже реплика, да, не вопрос. Ну, добавление можем буквально? Конечно. Сейчас по поводу программирования и так далее. Уже появились такие сервисы, типа workflow, например, разработки, которые ускоряют написание программы. То есть, например, у нас студенты создают свои ВКР, то есть пишут мини-ЛМС, да, то есть такие вот, где есть личные кабинеты и так далее. То есть если раньше несколько человек, там годы уходят, то сейчас с помощью этих сервисов можно создать свою мини-ЛМС, ну, где-то месяцев за пять, за четыре, за пять. То есть полностью вот эту вот бесшовную систему, там, с личным кабинетом и так далее. То есть вот куда идут технологии. То есть раньше можно было сидеть, писать коды и так далее, а сейчас можно набрасывать вот все это делать и, соответственно, ускорять разработку. Спасибо. Спасибо.